СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ А тема у нас осенняя. Осенняя. Мы несколько раз в нашей студии говорили и поднимали тему национальной кухни. И вот эта тема, о которой сегодня будем говорить, о которой сегодня будем поднимать, она витала очень долго, да? Ну, так или иначе, мы задевали эту тему, вокруг да около ходили. Мол, что мы, о еде, всё о еде, давайте о напитках поговорим. Тем более, когда осень наступила. Давайте о напитках поговорим, да? Ну, о каком напитке говорить? В применении к национальным традициям и культуре. Ну, я думаю, что если мы сейчас озвучим, кто здесь присутствует, то люди сразу догадаются, о каких напитках мы будем говорить. Гурам Ахалая у нас сегодня в студии, руководитель строительной компании «Строй город». Но мы сегодня не о строительстве будем, конечно, говорить. Ну, он у нас уже был в передаче, да? И Патрисио Бастас, преподаватель испанского языка в лингвистическом центре «Жейлот». Ну что, патрисио, добрый день. Добрый день. Добрый день. Буэнос тардес. Буэнос тардес. Ну что, слушатели, вот мы сказали напитки, да? Гурам Грамитонович у нас сегодня представитель Грузии в нашей студии. А Патрисио – представитель Аргентины. Вот какие напитки? Патрисио придется не только за Аргентину отдуваться сегодня, а чуть ли не за всю романскую культуру. Правда, он уже так смотрит на меня такими глазами. Испуганными. А Гурам – представитель, наверное, самой разбирающейся, скажем, нации на постсоветском пространстве. Разбирающейся в чем? Ну, в напитках. В напитках. Ну что вы все вокруг даутал? Давай. Думаю, что многие уже догадались, потому что и Грузия, и Аргентина – достаточно солидный опыт у этих стран в виноделии. Вот. Да. И вот почему тема осени тут тоже фигурировала. Виноделие как часть культуры, как часть истории Грузии, Аргентины – вот так мы сегодня сформулировали нашу тему. Многим, наверное, покажутся, ну, как, это же совершенно разные вещи, да? Это разные континенты. Но все-таки… Но все мы люди… Но все мы люди… Можно найти. Все мы люди, и все любим вкусные напитки. И вот сейчас мы перед началом передачи с Гурамом разговаривали. Оказывается, самое время ехать в Грузию, да? Прямо срываться с места и… Да. И почему Гурам сейчас самое время ехать в Грузию? Это самый лучший сезон. Самый лучший сезон. Вот в природе имеется в виду, природа разделяется, то есть год разделяется на четыре части. Вот самая лучшая часть года. Где сейчас в Грузии много фруктов, много овощей там всяких, особенно виноград. Бархатный сезон, как говорили, да? Бархатный сезон, да. То есть виноград уже собрали? Не везде, конечно, но собираются, собирают и будут собирать. Пока еще недолгое время, а еще. И как называется этот период? Ортвели называется. Называется Ортвелоба. Ох ты, Ортвелоба. Ну, что это значит? Да. Это вот собирание винограда. Жатва винограда такая. И его складывают, да? Его, да, складывают, естественно. Ну, в основном в Грузии плетенные корзины большие-большие. Их собирают, наполняют. И один большой, Сацнахель называется. Сацнахель – это такой длинный, длинный такой чан из дерева, из дуба сделанная. Обязательно из дерева, из дуба, да? Вырезанная вся внутренность. И туда собирают. И потом, наверное, видели итальянский фильм с Челентаном. Да, да, да. Точно так же у нас тоже ноги прочищают, моют хорошенько. И ногами туда. Да, вот это имеет самый-самый такой колорит в нашей национальной. Да, кстати, у нас тоже есть такая традиция в Аргентине. Да. Да, но в отличие от Грузии, ну, мы в южном поле жаре. Так что мы будем урожать виноград, но только в апреле, в мае. В апреле. Собирается в апреле, в мае. Потому что только тогда наступает озен в Аргентине. И как называется вот это время в Аргентине? Мы говорим, это будет феста для вендимия. Вендимия – это время, когда надо урожать виноград. Феста для вендимия. Да, феста – это как праздник. То есть в это время можно и нужно ехать в Аргентину, чтобы посмотреть этот праздник. Да. И не только посмотреть, но и попробовать, что это за праздник. Да, и тоже участвовать в этом конкуренциях, где с ногами будем. И смельчат виноград. Тоже ногами? Да, тоже ногами. Тоже ногами. А вот Гурам говорит, что они это делают в дубовых вот таких чанах. Еще раз, как называется Гурам? Сац-нахели называется. Сац-нахели. А как, в чем делают это в Аргентине? Ну, просто будут поставить в большие контейнеры. И собираются много людей. Но потом есть тоже дуб в Аргентине. А когда будет хранять вино, оно будет именно там. А, уже в дубовых бочках будет храниться, да? То есть это вот тот сок, который выходит из винограда, когда его топчат. Да. Но на самом деле это осталось только для, ну, калорийный праздник. Потому что когда они производят вино, это очень развитая индустрия. То есть уже есть технология. Вот, 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 вот сейчас хотелось бы разделить производство вино в промышленных масштабах. Это все-таки в промышленных масштабах, я так понимаю, там ногами-то никто не умеет. Нет, естественно, конечно, да. Там все-таки машины и так далее, большие виноградники. Вот, скажите, пожалуйста, в каждом доме, в каждом, что называется, домохозяйстве принято делать свое вино? В каждом доме, в каждом доме. Патрисио, в Аргентине нет? Нет, нет, для нас нет, особенно в последних временах. Потому что в Аргентине, возможно, 30 лет назад было много производителей вина. Но в 90-х наши границы много открылись, а из-за этого концентрация продукции увеличивалась. Поэтому сейчас есть как меньше производителей, но больше продукции вина. То есть никто в своем доме, в общем-то, виноградник не выращивает? И у нас тоже есть разница, место, где они производят вино и где они употребляют, где они будут выпивать. Потому что есть очень большое расстояние. Допустим, самый большой город у нас это будет Вуэнос-Айрис. Он размер примерно так же, как в Москве. Около 10 миллионов человек живут. Но в основном они производят на западной части Аргентины. Это тысяча километров. Это зависит все-таки от климата, да? Климат сам самый подходящий. А почему западные части, там горы? Да. То есть поднимают на горы, фактически виноград сажают, как бы, да, чтобы наклон был соответствующий, чтобы солнце падало соответствующим образом. Да, в этом районе много солнца. Там, ну, земля очень богатая. Удородная. Да. Ну, и там, когда тают длинники и снег из Андрес. Са тысячи вода. Вот, очень богатые минералы. И с этого качество вино очень высокое. Вот заметим, что Грузия тоже горная страна, да? Да. Кто не знал. Кто не знал. Там горы в Грузии. Друзья мои. Да, 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 да. Ну, Патрисия, вот можно спросить у вас, качеством отличается ваше горное виноделье, виноград или там вино от, допустим, там, плоской местности? Ну, да, конечно, потому что там во многих регионах они производят вина. Я извиняюсь, еще хотел спросить, спросить по качеству, по вкусовым качествам, какое лучшее у вас считается? Ну, понятно, тех, которые производят в горах. В горах, в горах. У нас тоже так же. Это вы согласны с этим? Вы сами-то, как бы, разницу ощущали, когда употребляли? Ощущаю, конечно. Так не навязчиво, Владимир Владимирович, спросил, употребляете вы, Патрисию? Нет, я не спросил, я спросил разницу, ощущаете? А в чем эта разница? Почему появляется? Объясните людям, людям неискушенным, чем больше солнца, тем... Тем больше, тем слаше виноград, и тем качество винограда, внутренние ферменты, там, виноград, намного богаче. Да, но это же важно, температура, потому что в горах температура намного меньше, чем в равнине. Но в равнине в Аргентине может быть больше 25-30 градусов, а и, ну, виноград на нижний. Температура, не считай. Меня всегда интересовал вопрос, а любой виноград идет в производство? В Грузии, да, потому что у нас в основном виноград именно для виноделия, в основном. Все сорта именно виноделия. Ну, в азиатских странах, вот, допустим, как в Узбекистан, например, да? И Азербайджан, можно. Азербайджан тоже, да. Это в чем разница? Есть вот с косточками виноград и без косточек. Вот без косточек, она как бы не идет на вино. Да, особо-то, ну, тоже можно сделать, но не такое качество и не такое вкусовое. А именно с косточкой это виноград отличается. Вот это самое лучшее. Я скажу больше, даже когда просто сушат виноград, кишмиш, который называется, или изюм по-русски. С косточками он намного вкуснее, чем изюм без косточек. То есть косточка тоже содержит вкусовые, да, 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 определенные. А как это в один день? Да, в отличие от них у нас мало видов виноград. В основном, насколько я помню, у нас это мерлот. Мерлот, да. Так как, если я не училась, это французский виноград, который мы взяли и мы производим там. Ну, тут стоит заметить, что, о чем мы говорили до начала передач, все-таки Аргентина та страна, куда европейские, так называемые, колонизаторы виноградную лозу завезли. Примерно 16 век. Да, это все началось, потому что в службе, ну, как говорим, церковь, ну, надо пить вино. Ну, отец, не тех, которые присутствуют там. Ну, и было надо производить именно в Аргентине, в Южной Америке, потому что из Испании было невозможно привезти. Да, да. И вот, таким образом, они начали сами привезти в вино. Ну, история виноделия в Грузии гораздо глубже, как гораздо все раньше. Ну, кто был раньше-то все-таки, Гурам, грузины или вино? Или лоза виноградная? Призносите эту крылатую фразу. Ну, никто не знает еще, никто не доказали, кто произошел, кто родился первым, грузин или виноградная лоза. Ну, я надеюсь, что грузины, потому что кто-то же должен был за виноградной лозой ухаживать. Ну, может и быть так, но может и виноградная лоза... Сама по себе росла, и динозавры делали из лозы, из винограда вино, и пили уже тогда, да? Ну, вообще, история, если не говорить... Ну, большая часть, если не говорить, что вся история человечества, она непосредственно связана с вином. Ну, учитывая, что вот все-таки одна из религий, так сказать, христианская религия, древняя христианская религия, она, то есть в ритуалах предусматривает употребление красного вина, то, конечно, мы как минимум можем давать две тысячи лет... Которая зимуализирует кровь Иисусу? Ну, якобы это превращенное, значит, ну, тут надо как бы богослову спрашивать, вода превращенная в вино в определенной ситуации, когда нужно было там угостить, так сказать, налить людям страждущим. Так вот и рождается вопрос-то, да, вот туда возвращаясь к истокам, ну, почему бы вот этот виноград, ну, просто его не кушать? Ну, почему именно вино-то делать? Я тут, давайте я поспорю с Володей. Володя, мы в этом году собрали яблоки. Ну, как и многие жители нашего региона, урожайный, да, год. Очень много, поверь, едим каждый день. Но яблоки не кончаются, они начинают что делать? Ну, портятся. Они начинают портиться, жалко. Что делать с яблоками? Я понимаю, сколько мы съедим, и есть какое-то количество, которое мы съесть не сможем. И что делать? Выбрасывать? Вот людей выбрасывают только в чаны, они начинают топтать этот виноград. Они начинают его... То есть, сугубо прагматичный, да, интересно? Сохранить, чтобы не пропало? Ну, наверное, для начала такой был. Жалко же, подожди, человеку ведь витамины требуются круглый год. Значит, конечно, можно по-разному сохранять. Вот смотри, что делают нормальные люди из яблок? Это всё, что угодно можно делать. Они сушат их. Суши из победы, компот. Они делают пюре яблочное, правильно? Ну и сидр. И? Правильно. Вот, видишь, ты произнёс это слово. И они делают сидр яблочный. Причём делают богатый сидр с нашими северными ягодами, да, в виде закваски там. И сидр получается замечательный, прозрачный, как слеза, как говорят, да? И вот они смотрят на него, вот этот сидр круглый год. Но, кстати, ведь сидр, он гораздо быстрее, что ли, поспевает, нежели виноградное вино. Да, сидр, он и быстрее поспевает, но он не достигает тех градусов, которые может достигнуть виноград. Тоже креплённое вино. Да, он не достигает. То есть там недостаточно бывает вот этого же солнца, этих же ферментов, которые... Поэтому теперь, когда мы спрашиваем, например, Гурама, говорим, Гурам, а зачем вообще люди? Почему они просто не сушили там, значит, и так далее? Почему банки не закатывали, да, какие-то образы? Да, банки не закатывали. Вот, на самом деле, какую роль играет Гурам, вот какую роль играет вино в жизни, там, грузинского народа, например? Грузина. В жизни грузин, настоящего грузина. Отца, хозяина. Да. Ну, вино. Это в Грузии... Вино всегда есть в доме, ну, там, хранится, оно всегда есть. Да, ну, вообще, вот, в Грузии так говорят, любой гость, кто бы он ни был, да, откуда бы он ни был, какой национальность, какой веры не имеет значения, он считается от Бога. Понятно. Да. В христианской традиции, да? Да, и для этого человека все возможно и невозможно каждый человек делает, ну, семья имеется в виду, чтобы этому человеку было находиться, приятно было находиться в семье, чтобы он не чувствовал себя чужим. Это ты имеешь в виду уже гостя. Да, гость именно, для гостя, для гостя. То есть, приходят гости, гость приходит не просто так, гость христианской традиции, как и, кстати, мусульманской, иудейской, гость посланец Бога. Бога, да. Ну, это, как это говорится, говорится, вот, то есть, и то же самое испытание, вот, как Бог послалец. Как гость по-грузински? Стумары. Стумары, стумары. Просто, нет, у меня просто возникло, гость, гость урознь, там может быть какой-нибудь контрольный надзорный. Это Кавказ, дорогой. Это не важно. Это Кавказ, приходит контрольный надзорный, ему говорят, слушай, дорогой, заходи. Давай сначала посидим, потом и дела. Да, все правильно. И гостя обязательно нужно пригласить в столбу, где присутствует вино. Да, и стол накрыт, и вино поставить. Без вина ни одно застолье в Грузии не проходит, потому что это вино, как сказать, это как, ну, как сказать еще. В общем, это вся душа человека, именно. Вот, допустим, если гость к тебе пришел, и тебе вино не поставил. То ты ему фактически говоришь, иди быстрее отчувь, да? Да, можно так и сказать. Гурам, а какое вино имеет смысл? Нету, нет, не имеет значения. Сухое, полусладкое, крепленое столовое, их же огромное количество. Нет, не имеет значения. Не имеет значения. Ты, кстати, Володя, приготовился, я так понимаю, ты можешь назвать сорта грузинских вина, если хочешь. Это же просто песня, это же просто песня. Вот смотрите, белые грузинские вина. Ркацители, цинандали, алаверди, вазисубани, гурджаани, это все белые, красные, хванчкара, ну, на слуху, да? Кинзмараули тоже на слуху. Мукузани, саперави, ахошени. Господи, зачем? Так много всего. Ты немножко так заднеязычные бери, да? Кинзмараули, там, да, так? Нет, гурам. Что все это значит? Ахошени, немножко назад бери, так сказать, язык, чтобы звучало сладко, понимаешь? Что значит все эти названия? Это сорта винограда. Сорта винограда? Они связаны с местностями как-то? Да, связаны. То есть, вот, ну, ркацители, ну, это очень тонкая, так сказать, по вкусу виноград, это и название винограда, да? Виноград, да. И, соответственно, название вина берется от названия вот этого винограда, этого сорта. То есть, как во Франции, да, шато, бордо и так далее. Да, 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 и в Грузии так примерно так тоже и есть, да? Так и есть, да, вот, гурджане, вы там говорили, это тоже местность. Очень много местностей, именно от местности идет название винограда, и... Чем они отличаются? Ну, букетом, сладостью, да, вот эти вот вкусовые отличия? Да, вот этими всеми отличаются, вот, вкусовые качества, цвет винограда, ну, вина, цвет вина там, ну, естественно, от местности. Вот, допустим, Сталин Хваньчкару любил очень, Хваньчкара и Кинзмараули, а Хваньчкара в Грузии растет только... Сталин Хваньчкару любит Хваньчкару и Кинзмараули. Полусладкая это вино, Хваньчкара, вот я тут даже аннотацию не могу, могу небольшую прочитать. Хваньчкара цвет темно-рубиновый, букет гармоничный с малиновыми нотами и цветочными искрами. Сочетается с дичью, птицей, орехами, овощами. Предупредите, что до 18 лет, значит, вредит здоровью и беременным вредит. И вообще это, как бы, нужно с осторожностью употреблять там любые спиртные напитки. Давайте к Патрисию все-таки обратимся, заскучал он у нас немножко. Патрисия, вот какую роль вино играет в этикете, вот в гости, если приходит? У нас немножко попроще, потому что если не будет вина на столе, то, ну, ничего страшного. Это обычно так и есть. Может быть, что когда мы будем ужинать, иногда пьем вино, но нам очень нравится наша семья. Так что, хотя, может быть, раз в неделю, обычно по воскресеньям день мы будем собираться. И тогда, может быть, что дома будет 10, 14, 15 человек дома. Родственники, бабушка, дедушка, дарун и братьев. И тогда будет вино. В основном, нам нравится пить красное вино. Красное? Да. Кстати, в Аргентине тоже, в зависимости от того, где вырос виноград, тоже от этого названия, да? Тоже вот эти сорта. Да, да, да. И, но больше всего у нас есть традиция, когда мы кушаем наше асало. Что вы кушаете? Асало, это мясо на гриле. Асало, мясо на гриле. Шашлык, в общем. Чабаб. Примерно так же, но мясо чуть другое там. А чье мясо? Ну, говядина. Говядина. Понятно. Все, аргентинскую говядину не ешь. Да, но в основном это... Но мы шашлык любим делать, сами понимаете. Мы из Кавказа, мы любим шашлык из баранины. Еще хорошо, чтобы это был ягненек 3-6 месяцев максимум. Ой, чтобы там вообще было нежно. А вино на столе в Аргентине присутствует? Ну, чтобы получить больше удовольствия, да, от процесса еды. Можно сказать. Вино все-таки раскрывает вкус блюд, да? Вот для этого. Или для того, чтобы напиться, извините. То же, ну, как мы предпочитаем красное вино, это не надо пить холодно, мы считаем. Ну, и поэтому в основном мы пьем, мы предпочитаем пить вино зимой. Ну, когда будет май, юн, юль, август. Что, не понял, зимой? Зимой, но другой полушарий, полушарий-то другой. Да, поэтому у нас очень много... А сколько градусов зимой у вас? Одно зависит, где вы есть в Аргентине. Но, допустим, если вы в Бунос-Айресе, может быть среди, ну, 5-15 градусов. А вот с какой местности по трещотой? Мой город называется Кордова, это в середине. Кордова, как в Испании. Как в Испании тоже, да. Кордова, в середине, то есть у вас примерно так и есть, 15 градусов там зимой. Да, хорошая зима у вас. Да, но если поедем в местах, где они происходят вина, но там будет, ну, поменьше. Но дальше с ним, чтобы в горы поднимать. По-третью, а в Аргентине есть такое понятие, как сиеста. И можно пояснить еще до кучи-чуть. Подожди, если у них зимой 15, а летом сколько? Ну, то же зависит от района, больше 25, да. Ну, сиеста, наверное, бывает там, где 40 градусов. Да, конечно. В маленьких городах, где очень жарко, да, там обязательно будет сиеста. Ну, кстати, может сиеста-то я тут зря нам упомянул, потому что сиеста ведь не обязательно вино. Это не с вином связано. Сиеста это просто, когда жарко, работать невозможно. Да, потому что я предпочитаю работать до утром и вечером. Да, да, да. А вот мы говорили, что по местности, да, то есть употребляется красное. Да. Мы любим употреблять зимой, потому что зимой холодно. Да. Да. Да, и вино употребляют не из холодильника, а именно вот комнатной температуры. Да, да. Вкуснее. Ну, допустим, много традиционных еды, которые, ну, кушаем все вина. Ну, допустим, у нас есть очень вкусное население умита. Умита, что это? Еда это такая? Еда, да. Делаем из тыквы и кукурузы. Тыквы и кукурузы. Да. И смельчат все и готовим на кастрюле. Ну, и получается, да. Да. Получается, типа, смешивая среду пюре и каша, что-то такое. И это получается очень вкуснее. С мясом? Без мяса лучше. Неинтересно уже, если без мяса. Давайте на Кавказ отправимся. На Кавказ отправимся. Уже больше, после небольших дней. Да, но так, у нас в Аргентине очень много продуктов. У нас очень большая страна, и там разных климат в Аргентине. Поэтому, ну, конечно, Аргентина не только мясо. Слушайте, нам не надо рекламу? Надо, надо. Вот я об этом начал говорить. Буквально полторы минуты, прервемся, будем продолжать. Союз нерушимый. Мы тут в перерыве прерываем наших гостей. Нет, нет, все в эфире расскажут. Да, да, да. Самое интересное. Да, 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 я вам рассказываю. Интересно, потому что... Виноделие в Грузии, виноделие в Аргентине, действительно, наша тема. И у нас в гостях Гурам Грамитонович Ахалая, руководитель стройкомпании «Стройгород». Очень веселый, эрудированный человек, компанейский. Патрисио Бастас. Преподаватель испанского языка. Да, стола мне улыбается, который рассказывал нам, что очень вкусная еда из тыквы и с кукурузой. Самая традиционная. Традиционная из Аргентины, да. Надо попробовать. Я вот тыкву люблю. Не, ну понятно ведь, да, жарко ведь, надо что-то полегче. Ну, да, а тыква и кукуруза... Так а что может быть легче ягнятиной запиваемой? Гурам, объясните, пожалуйста, почему вот в Грузии именно так-то сошлось, что если говоришь вино, подразумеваешь мясо. А если говоришь мясо, значит, вина она надо. Почему именно такая традиция сложилась? Или уже сейчас трудно как-то это объяснить? Ну, вот продолжить вот мысль, что вот если ты поставил, ты говоришь, гость приходит, мы там вино должны поставить на стол, да? Обязательно. Обязательно. Вино, хлеб, аджика. Это самое необходимое. Аджика, да. Да, остальное может быть. Кстати, очень люблю аджику. Допустим, человек, бедный человек, да, не имеет ничего, но... Но хлеб с аджикой у него есть в том случае. Хлеб с аджикой и вино он поставил. Если есть, это человек не бедный человек. Все, не виноват. Так считается в Грузии. То есть все витамины есть уже в аджике, в вине, а хлебом он наест. В общем, отлично. На юге сложно быть бедным. А гость может отказаться? Я трезвенник. Отказаться, но потом его никто не примет. Никто не примет отказа от гостей. Ладно, про мясо. Про мясо мне хочется, чтобы вы пояснили, почему. Ну, знаете, что Грузия очень богата своими блюдами. Очень много. Ну, в основном, ну, там есть, конечно, и молочные блюда, но в основном мясные блюда. И, естественно, там с сыром очень связано. Молочные мы тоже грузинские любим. Ай-яй, мацони. Это сыр? Мацони. Мацони это как кефир, но... Кефир. Ну, кефир. В общем, кисломол... Национальный кисломолочный... Да. Кстати, есть такой в Аргентине национальный кисломолочный? Кисломолочный кисломолочный? Нет, у нас не такого. У нас крем просто есть, но... Крем? Только это... Ну, типа крем фреш, там, типа сметаны. Ну, да, типа такого. Но мне верят, что вот сметаны. Да. Слушай, по 30 лет тоже надо в Грузию съездить. Ну, было бы очень интересно. Конечно, я не про... Может быть, нам на следующий год-то собраться все-таки вот на праздник? Как называется еще раз? Штелоба. Штелоба. Может, собраться? Молодого... Молодого... Да, сейчас... Винограда. Я с удовольствием. Я был во многих местах России, но на юге пока не удалось быть, так что с удовольствием поеду в Грузию. Надо съездить в Грузию, надо съездить в Азербайджан. Я вот... Как только время будет, ты скажи, мы съездим. Только в Азербайджан лучше тоже, как и в Грузию, наверное, ездить. Лучше все-таки до ноября. Там холодновато уже дальше. И после марта. Потому что ноябрь-март такие уже погодные условия. Ну, ноябрь-то еще нормально у нас в Грузии. Еще нормально? Да, еще нормально. На юге Грузии. На юге. Ну, юг Грузии, ну, там можно так и сказать. Ну, а зима, сами знаете, в Грузии вообще холодно. Никакой зимы. Да, это... Как в Аргентине. Для нас... Ладно, давайте возвращаемся к нашему теме. Вот Бурам начал говорить очень интересную историю. Вот с какого... Когда рождается сын, вы начали. Да, когда рождается сын, грузин закладывает кувшин, большой, минимум, там сколько, 100-150 литровый кувшин, закапывает землю. Кувшин 150 литровый? Ну, ну, емкость вообще... Это маленькая еще считается, а большие там 200-300 литровые есть, такие закапывают. Из чего сделан кувшин? Из глины. Из глины. Да, из глины. Сын родился, они вот закопали его и дают имя этому... Как его? Виноград, кувшин. Кувшин именно вот. Или когда он женится, или когда в армию его призовут, тогда откроют. Или же, если, допустим, несколько кувшинов, когда призовут в армию, тогда откроют. И когда свадьбу будут играть... То есть в честь какого-то события. Вот это откроем, когда будет свадьба. Да, именно. Вот этот кувшин открываем, когда сына призовут в армию, а этот кувшин, когда он женится. То есть уже вернется с армии и... Да, естественно, да. Минимум, я так понимаю, два десятка лет это все стоит. Да. Два десятка лет, 150 литров один кувшин, 150... То есть ты в любую грузинскую семью приходишь. Заранее смотришь, есть сын или нет. А вот интересно, какими мыслями живет в это время отец все эти годы? Эх, вот бы скорее... Скорей бы с армии вернулся из армии, да? Скорей бы отец. А соседи, представляешь? Патрисов, в Аргентине не есть же нечто подобное. Не за кому традиции? Знаете, наши больше сот часов Аргентины живут в городах. Так что мы ничего не прошли. Это надо учитывать для все-таки. Что учитывать? Меня интересуют традиции. Ну что за народ без традиции? У вас же есть традиции? Ну, конечно, есть традиции, потому что, если говорим о вина, это все больше началось распространяться, когда мигранцы. Есть Италия, Южная, сейчас Франция, Европейцы свои традиции повезли. Да, Греция, и вот, они сами начали производить вина. А есть какие-то традиции, совмещенные с индейскими? К сожалению, нет, потому что они не производили вина. И у нас есть очень печальный факт, что индейцы в Южной Америке, они не могут терпеть алкоголь. Так что, когда они начинают выпивать, они станут очень быстро событиями. Ну, как в ваших народах, в Севере, в России тоже есть. В общем, а мы-то хотели индейским напиткам посвятить, индейским, вернее, напиткам, программу «Не посвятим», «Не пьют индейцы», да, и правильно делают. Но у них были другие, но которые сильно отличаются от виной, больше похоже на бодку, допустим. У них есть такие напитки? Очень крепкие напитки, потому что, допустим, они работали на шахте, допустим, во время колонии. И чтобы терпеть условия, они пили очень крепкий напиток, который был, допустим, 80 или 90 градусов алкоголя. Меня угощали однажды, когда я посещал такие места, но я просто нюхал и сказал, вот, я-то не хочу пить. Мне еще хочется спросить, ну, к сожалению, некоторые русские люди отличаются безудержным, да, меры, что называется, не знают, а вот чувство меры в потреблении вина, оно присутствует или нет? Это обязательно, это часть культуры грузинского народа. Слишком перепит, который перепьет человек, это, как бы, ну, можно сказать, так вот пальцем показывает на такого человека. Нельзя. В обществе нельзя перепивать очень сильно. А где вот эта мера-то воспитывается? Ну, это в каждом, это в каждом человеке, это вообще в семье начинается, это воспитание именно из семьи. Ребенок, когда растет, видит своего отца, видит гостей в своем доме. Ну, традиции откуда, вот, как они принимают гостей, как они сидят за столом, какие тости произносят, что говорят. Это все маленький ребенок, все фиксирует в себе, в своем... Бурам, а вот все-таки, вот, по возрасту, вот, ну, ты можешь о себе сказать, там, например, да, то есть, вот, с какого возраста, вот, грузины, папы позволяют своим сыновьям пробоваться? До совершеннолетия, конечно, это не рекомендуется и не дают. Родители строго-настрого запрещают. Вот так вот, да? Слушатели, до 18-летия в грузинской традиции не принято. Не принято. Мальчику, сыну предлагается, да? А девочкам? Да. А девочкам вообще табу на вино или нет? Девочкам, конечно, естественно, а женщинам разрешается. Взрослая женщина? Да, в росту женщины разрешается. Но взрослая женщина, наверное, обычно не присутствует, если сидят мужчины только лишь? Ну, сейчас уже наши времена меняются. Размываются, да, эти традиции? Сейчас, конечно, это как бы... Женщина, это, как говорит, как сказать, это предмет... Уважение, можно так сказать, да? Ну, наверное... Ну, это вот, естественно, оно... Поклонение, вот, я думаю, что... Да. Как за столом... В нашей закавказской традиции женщина была предметом поклонения. То есть... Да. То есть женщина в семье, это можно сказать, что... Ну, я не буду говорить, что важнее, чем мужчина, но... Хранитель лачага. Да, но не менее важный, как бы, это точно, да. Патрисо. В Аргентине чувство мирового отношения вина как воспитывают? Понятно, что когда мы... Понятно, что разные тоже люди есть. Ну, это понятно. Но, ну, тоже как в Грузии, мы понимаем, что один вокал, ну, хорошо, два, хорошо, но больше не надо. Ну, тоже не рекомендую детей до 18 лет. Ну, хотя иногда это тоже начинается до этого. Но иногда я слушаю, что в России иногда укрепляется вино. Но в Аргентине делаем наоборот. А добавляем... А некоторые люди газированной водой? Ну, да. И получается что-то чуть... Да, в воду добавляют газированную. Ну, не знаю, стоит ли, так сказать, разбавлять вкус там. Вина лучше его поменьше. Ну, как про греков говорили? Разбавляли, да? На вкус и цвет, да, да. Вот, хочу спросить про одну традицию, наверное, Патрисио ты уже видел. А Гурам, это, видимо, каждый праздник и каждый там делает застолье. Тосты. Да, у нас будет. Только медленно. У нас будет тост, но у нас нет традиции, что мы начинаем говорить долго об этом. Мы будем сказать просто салют. Салют просто. Ну, салют это не тост. Это точно так же, как немцы скажут, там, цум воль, там, не знаю, там. Ну, у нас с Новым годом, с новым счастьем мы говорим, там, что-то. Да, да, да. Ну, ну, да. Ну, это просто как бы за здоровье, там, и так далее. А вот, ну, ты пришел там на день рождения к человеку, ты просто говоришь салют и выпил. И выпил. Но есть еще одна древняя традиция, которую, к сожалению, мы теряли немножко сегодня. И первый глоток надо разливать на землю, потому что надо, ну, делиться с землей, потому что оттуда. Первый глоток это как глотнул и передал? Да, не-не-не, на место выпить, но будем выкинуть. А, понятно. Да, это была очень древняя традиция. Но сейчас дома не делаем. Выпил глоток немножко из бокала. Да. И можно дальше. Ну, глубокая такая. Интересная, да, традиция. Ну, в Кавказе к этому философски относились, я так понимаю, да? Там трудно даже сказать, что важнее, собственно, тост и выпить вино или сказать тост, да? Ну, естественно, там нельзя. Вино просто так выпить, не сказав ничего. Надо обязательно произнести тост, только потом пьется вино. Если без тоста, то это алкоголик уже. Гурам, а вот те слова, которые в процессе грузинского тоста произносят, это такой полет фантазии? Вот это вот человек просто фантазирует, ну, что-то называется экспромт или это заготовка какая-то? Нет, ну, то, что не то, что заготовка, это и там есть общие принятия традиционные тосты. Это зависит от того, по какому поводу собрались. К примеру, у нас минута остается. Ну, что, первый тост производится о Всевышнем, про Всевышний поднимает тост. Потом про родителей, мир за мир, чтобы, грузия, знаете, всегда войны были, всегда воевали против внешних врагов. Этот тост очень важен для грузин, чтобы мир был у себя дома и вокруг себя. Да, потом идут уже братья, вас, сестер, там. То есть персонально уже можно. Да, каждому жена. Можешь какой-нибудь? Ну, как это звучит, да, чтобы услышать на грузинском? Как это звучит, вот. А что, о чем сказать? Ну, вот собрались мы вот четвером на твой дастархан. Ну, вот предположим, что сегодня у Патрисия день рождения. Вот давайте предположим. Вот что вы на грузинском скажете? Уже первые сказали, вторые сказали, третьи сказали. Пора про Патрисию сказать. Сказать по-грузински или? Да, по-грузински. По-грузински, да. Во-первых, вот так грузинцы говорят о встрече. Да, встретились с тобой всем, вот мы вчетвером. Да. За встречу, да, вот встретились. За знакомство. Если день рождения вы Патрисию, естественно, все встают на ноги и поздравляют его. Ну, как это по-грузински звучит? Не стесняйся. Так сказать, гаумарджус Патрисиос. И тут все чокаются. И все чокаются. Ну, каждый человек, в Грузии так понимают, каждый человек поднимет тост и кто-то что-то добавит от себя. По очереди. По очереди, да. Очень хочется продолжать, но, увы, так незаметно время программы Союза. Нерушимый истекает. Огромное спасибо сегодняшним нашим гостям. Где-то, наверное, мы что-то не сумели раскрыть что-то. Но еще тем много. Да, еще тем много. Я думаю, мы продолжим, расширим. Спасибо. Гурам Грамитонич Ахалаев. Спасибо вам. И Патрисию Бастас. Спасибо большое. Владимир Сметанин. Азиз Агаев. До свидания. Понятно. СОЮЗ Нерушимый СОЮЗ Нерушимый СОЮЗ Нерушимый